Своевременно не постелили соломку, подписав тот или иной договор, вовремя не зарегистрировали права на землю, арендные отношения. Типичные ошибки предпринимателей и возможные последствия обсудили сегодня в республиканском бизнес-инкубаторе. Репортаж об этом смотрите далее. Я же с вами прощаюсь. До завтра. Для стабильности коммерческого эффекта нужно учитывать юридическую сторону вопроса. Наступило время предпринимателей-профессионалов. Начал свое выступление уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Иванов. Он поделился правовыми рецептами для успешного продвижения бизнеса. Задача руководителя, не только руководителя, а собственника бизнеса понемногу разбираться во всех вопросах. К сожалению или к счастью это так. Основную концепцию надо знать обязательно по всем направлениям для того, чтобы быть успешным. Вся система, если даже состоит из очень сильных частей, то она слаба той самой слабой частью, которая есть в этой системе. После обсуждения актуальных, наболевших вопросов предпринимателей, сотрудник республиканского бизнес-инкубатора Александр Сергеев рассказал о формах государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Многие эту информацию взяли на заметку. Я представляю организацию региональный визовый центр. Мы являемся начинающими предпринимателями, занимаемся оформлением виз в различные страны. У нас, как у начинающих предпринимателей, достаточно много проблем. О всех я не буду говорить, но мы их преодолеваем потихонечку. Главное желание работать. Словами господина Ермолаева, группа «Контур», он сказал, что в свое время, благодаря предпринимателям, которые ездили в Турцию, в страны Восточной Европы, возили какие-то товары, привозили отсюда, и состоялся такой человек, как я. Не было бы их, не было бы и меня как предпринимателя. И вот хочется тоже присоединиться и поздравить всех предпринимателей. Спасибо, что вы есть, что вы социально ориентированы, платите налоги. Спасибо бизнес-инкубатору, который помогает.